Привет, мои хорошие! С вами Селена. Сегодня мы с маленьким выходим из дома. Я так приоделась, принарядилась. Сейчас на улице покажу, как. У нас сегодня встреча просто будет с блогерами. С девчонками посидим, потрещим, сейчас на набережную едем. Первый раз малого везу к ним, покажу. Хотя кто-то, по-моему, уже из них видел. В общем, ладно. Оставайтесь со мной! Привет, мои хорошие! А чё я привет? Мы же уже здоровались дома. Я всё хотела вам показать, как я одета сегодня. Необычно. А сын вообще-то это, вот залез на стол. Вообще негодник мальчик. Я не одна, я с Полиночкой. Полина Бонт, вы её помните, наверное? Смотри, ты прям холопался. Закрутил, малой закрутил. Короче, уже полчаса успокаиваю ребёнку, не могу пожрать. Вот мы заказали поесть. Я уже злая. Чё ты заказала с ней? А я с ягнёнком. Блин, меня пошатут, знаешь чё? Ты чё ягнёшь, ты шатаешь? Да немножечко, может, пошатут. Может, ну его выкачивает? Может, ему не нравится эта... Да не, не, мы же катались и ездили много. А я заказала себе кролика. Я когда голову не запускаю, чувствую, как пошатут. Короче, кушать надо. Ой, видео включила. Привет, мои хорошие, у нас тут съёмки, видео. Мы, короче, нашли тут самые классные ракурсы. Да, мы нашли ракурсы. Ракурсы, да. Мы нашли классный ракурс. Тут у нас влог, три в одном просто мира. Вселено снимают. Всем у нас здесь. У нас сегодня с какой? Девчонки, 17-е, да, число? Я не знаю. Короче, 18-е сентября, 34 грамма. Давай. А мне, напишите, сфотка у вас. Город Ростова-на-Дону. Мы на понтоне. Нет. Блин, опять? Я вам не сняла себя в полный рост. У в Инстаграме фотографии будут. Наверное, в полный рост. Поставлю Инстаграм вам свой. Пришла домой, первым делом включаю. Дэня, в обуви залез. Ты чё? Короче, мы целый день провели с блогерами. И, в общем, болтали-болтали без умолку. Просто съели. Мне кажется, всё, что там только можно было съесть. Да? Жаль. В общем, кофе, блин, я теперь буду пить только дома. Классный кофе дома я делаю. А везде остальное теперь мне не очень нравится. Что ещё? Ну, всё, наверное, закончу лог. Не знаю, может быть, завтра мы пойдём в бассейн. Посмотрим, короче. Всё, я отдыхаю. Я сейчас хочу чаю, нормальную сладюшку и лечь, просто лечь. Интерны идут. День следующий. Я целый день дома, а мы сидим с малым. Не как бы ходить. И думала, что только дома у нас душно. Вышли на улицу. Думаю, ну поддышим свежим воздухом. Там вообще дышать нечем. Просто ужасно. Вышли в магазин, потому что, девчонки, я вообще нихрена не жру. Реально. Вот я съем там 10 печенюшек, кофе утром. Я ничего не ела сегодня. Я вам серьёзно говорю. Время полседьмого вечера. Мы проснулись в 10. И вот я выпила утром кофе. Да вот недавно выпила чайка. И если всё вместе посчитать, то я съела 10 печенюшек. Вот таких малюсеньких. Как вы считаете, это нормально вообще? Причём у меня нет голода. Вот я сейчас не хочу есть. У меня нет этого голода. Но не то, чтобы не хочу. Я бы перекусила что-то. Я по памяти же знаю, что это вкусно. А есть что-нибудь вкусненькое. И мы пошли в магазин ближайший. Потому что по такой духоте просто даже не кайф было ходить. Моя лапочка. А что мы купили? Купила колбасу. Ближайший магазин. Выбор не особо большой. И вот, короче, если масс-маркеты, то я предпочитаю брать вот эти вот. Папа может. Вот мне нравится. Не знаю. У них сосиски были вкусные такие. Мясная колбаса. Не люблю с прожилками колбасу. Беру, короче, такую обычную. Знаете, она там либо варёная, либо докторская, по-моему, да? Короче, без прожилок. Взяла икру кабачковую. Вообще, я люблю из молодых этих баклажанов брать. В пятёрочке есть. Очень классная, вкусная. А давно-давно я помню вообще кабачковую икру. Любила вот в таких банках. Но что-то мне подсказывает, что она будет невкусная. Я как-то брала в банке и был отстой. Хотя там были другие варианты, но я подумала, а вдруг вот ГОСТ. Вот там тоже по ГОСТу было написано. Короче, я открою, попробую. То ли этот вкус или не тот. Не угадаешь на самом деле. Или сейчас в стеклянных банках намного вкуснее делают. Ну и взяла свои любимые коровки. Потому что без сладкого не могу. Кстати, коровки я покупала ещё оранжевого цвета какие-то. Они молочные. Вообще не то. Вот это с горьким шоколадом, как я понимаю. Или просто вкус шоколада. А то были сливочные, да. А это просто вкус шоколада. Короче, они мне больше нравятся. Они намного лучше, чем те. То не мой вкус. Ну и всё. Вот мы прошлись туда-обратно и вернулись. Чё ещё? Чё ещё? Чё ещё? Чё ещё? Чё ещё? Надо монтировать видосик. Лечь отдохнуть. Съесть бутерброд. Или может что-то приготовить такое. Не знаю. Короче, почему получилось так, что у меня вообще должна быть еда. Приготовила, купила большой кусок говядины. Хотела потушить. Тушила 2 часа. Блин, ну жёстко и всё. Причём не солила. Специально мне говорили солить. Не нужно говядину. В мультиварке готовила. Для того, чтобы она не была жёсткая. Вот жёсткая хоть ты убей. Потом добавила туда картошки. Потушила ещё час. Картошка приготовилась. Всё нормально. Всё равно жёсткая говядина. Я уже кусочками её там порубала. Так, чтобы, знаете, такой типа соус был. Вчера взяла опять поставила эту кастрюлю. Поставила на 2 часа. Всё равно говядина жёсткая. Вот она не тает во рту. Я люблю, когда мясо тает во рту. А это говядина. Может, она была какая-то... Не это, знаете, не молодое мясо, а что-то такое. Короче, я недовольна. И это только, знаете, перемалывать вот так вот прям и есть кашей. Вот как малому я делаю. Так и само есть. Я не люблю, когда мясо жвётся, как жвачка. Терпеть ненавижу. Всё, моя зайчка. Ты хочешь агуши? Сейчас, да. В общем-то, вот так я люблю это делать. Колбаска, а сверху вот и корочка. Ну, я скажу вам, неплохо-неплохо, в принципе. Ну, не вау-вау-вау, но неплохо-неплохо. Ну, почему? Почему всё до кучи? Вот просто сейчас, пока я взяла в руки камеру, я уже смотрю, помимо того, что просто трындец, завал день, у меня кончается бензин, и я начинаю включать видео, и она... Раз, два, три. То есть я ставила когда-то таймер, забыла его убрать. И я думаю, всё в раз, да, всё меня начинает бесить. Вообще, я заметила, что если что-то тебе не нравится, и ты, короче, вот я, например, спешу, да, я вижу, что я не успела. И мне бесит момент, что я не успеваю. Меня сейчас будут, с одной стороны, терроризировать и говорить, я же говорил раньше, вставал, вставай. Вот, ну, я люблю поспать. Потом сейчас я не люблю опаздывать, с другой стороны. Мне надо всё успеть, сегодня настолько плотный день. Сейчас я себя снимаю, не вижу и не пойму, вы вообще меня видите, блин, или нет. Меня всё, это бесит. И так, мне надо ещё успеть заправиться. Короче, вообще трэш. Привет. Сегодня, в общем, день, что у меня сегодня? Сейчас мне нужно решить банковские дела. Сейчас мне нужно в банк то и сё раскидать, траляля. Потом мне нужно бежать на вокал, потом с вокала сразу на запись песни, потом с записи песни сразу на ногти. Ногти в ужасе. В общем-то, ну, сейчас они под лаком, ободраны. И вообще лак, вот этот Фаберли, просто, ну, реально один день кончики обламываются. И кошмар, короче. И вообще я заметила, что от лака очень сильно сохнут ногти. Они реально у меня стали ломаться. Ну, они растут, продолжают, но они ломаются. В итоге я сегодня записалась, я хочу сделать себе ни шелак, ни хрена. Вот как я делала всю жизнь свою практически. Я делала покрытие гелем. То есть на свои ногти укрепляла их только гелем. То есть они чуть-чуть толще. И всегда делала френч. В общем-то, я никогда ничего не обламывалась, не отслаивалась. И все прекрасно. Я делала в Москве у своей девчонки знакомой. Ну, как знакомой. Мы познакомились, потому что она мне делала ногти. И так до этого я ее не знала. Все, у меня здесь ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И бесила во внутрь, бесила вот такое. У навария уже какая-то на кругу. Вот, короче, надо все успеть. Все это меня раздражает, когда надо все успеть. Вот сейчас еще пробочка небольшая. В общем, сейчас я буду нервничать. Ладно, включусь попозже. А, еще мы босоножек потеряли, маловый. Я начала искать, потеряли босоножек. Я ему одела, которые купила, но они большие ему на пару размеров. Не знаю, как он будет сейчас шлепать у них. Но просто мы сейчас будем в банке, на почте. И нужно будет ему постоять. Я не смогу его все время держать. Я, походу, сегодня на улице снимать не буду. Чисто репортаж из машины. Заскочила на секунду и давай вам это снимать. Короче, захожу сейчас на почту. У меня тут вообще... О, блин, уже половина, надо бежать. Забегаю на почту и ребята такие снимают видео, показывают, типа, что пришло. В общем, заказали зеркало. Представляете, наложным платежом 5 тысяч заплатили. И им прислали фонарик. Расстроились. Я вспомнила сразу, как я. Так тоже один раз меня обманули. И вспомнила все. Думаю, вот сволочь. Короче, ну вот будут что-то делать. Вообще, это так обидно. Так стрёмненько. Так некрасивенько. Так неприятненько. Так, надо заправиться, у меня же бенза нет. И всё, и мчать просто. Записывать свою новую песню английскую. Так мне она нравится, если честно, английская. Всё, сделала нормальную покадровую, чтобы хотя бы я, когда нажимаю play, не ждала 10 секунд, когда начнётся запись. Это бесит. Я немножко нервная. Да, я когда, на самом деле, спешу, я всё время нервная. Так, пока нас заправляют, есть время поболтать. Ну, я даже просто, чтобы не стоять долго, на 1000 рублей, я говорю, залейте мне что-то быстро. И всё, вот она уже моя стука-запись. Всё, она уже заправила, надо бежать, извините. Короче, английская песня, но я сейчас, может быть, ещё там вернусь. А видели ещё вот такую огромную посылку у меня в машине? Это мне прислали из Москвы для малого. Сыфорки. Ой, и буковки. Вот. Ой, нет, смотрите, у нас получается сняться на улице. А то всё в машине, в машине. Кстати, я недавно смотрела какую-то девушку, случайно наткнулась. И она вообще всё время, весь влог у неё в машине. Она едет за рулём, вот как я раньше. Но мне моя любимая не разрешает же за рулём снимать. И если там несколько секунд я сниму, потом отгребаю за это постоянно. Я решила, что лучше я не буду за рулём снимать, только на светофорах. И то редко. А лучше вообще даже на светофорах не снимать. А то отгребать буду. В общем, я пришла в сумраке. Всё, не будем тратить время. Начнём запись песни. Короче, просто 4 часа плотной записи. У меня спина болит, всё болит. Песня английская. В общем, старались, вытягивали мой английский. В общем, послушайте. Эта песня у меня есть на русском языке. Я её писала для своего любимого. Я не успела записать ничего, потому что я лечу, спешу сейчас на ногти. И просто уже опаздываю снова. Я прям выпидаю. Говорю, блин, кусочек хотела им спеть, как я там пою. И в итоге, короче, не получилось. Думаю, ладно, пусть вам будет это сюрпризом. Вот. В общем, будет первая моя английская песня. Мы посмотрим, что получится. Ждите, мои крошки. А я мчу на вокал. А я мчу. Не на вокал уже, на ногти. Мама, смотрю, поставила растяжку. Чтоб Дени не открывал. Всё открывает, всё вытаскивает. Да, мам? Ну, один раз увидел, что дверь всё открыла. И всё, иначе мы идём туда. Система. Да. Я пришла, всё успела, всё сделала. Мама молит мне кофе. Чёрная карта. Офигенский кофе вообще. И, короче, вот нравится он мне. Попросила её намолоть мне. Надо поесть, короче, и домой валить. Я просто зашла домой и упала. Ну, не сразу, конечно, упала. Откуда такая роскошь? Сначала я разобрала все вещи. Прибрала чуть-чуть. И теперь упала. Надо малого искупать. Нужно попить компотико. У меня сушняк. В общем, завтра у нас будет целый день поликлиника. У нас утром в 7 утра кровь сдавать. Потом там невролог, по-моему. Психолог, рентген. Стоматолог. Ещё кто-то. Мне кажется, что мы всех их, наверное, прям пройдём в один день. Там плотненьким графиком. Короче, самое ужасное, это встать в 7 утра и собрать мочу. Вот. Потому что я не знаю, как я это буду делать сейчас. Но как-то надо сделать. Всё, девчоночки. На сегодня я с вами прощаюсь. Я не знаю, интересно будет вам или нет. Завтра поликлинику нашу. Но я возьму на всякий случай камеру. В общем, и завтра уже закончу влог. Так что я ещё с вами. А на сегодня спокойной ночи. А, ногти, ногти. Ногти сделала шикарные. Шикарные. Это не шелак, это гель покрытый. Он держится намного дольше. И мне он нравится больше. В общем, девчоночки мои. Я не знала, я включала сегодня камеру. Или нет. То есть я не знала, я не помню. Потому что сегодня, в общем, мы не смогли сделать анализы. Я встала в 7.30. Накормила, напоила ребёнка, чтобы он сходил по маленькому в туалет. В итоге мы уснули. Я включила мультики такие, короче. Мы уснули. В 9 часов я просыпаюсь и смотрю, что он не сходил в туалет по маленькому. И получается у нас до 9 всего приём. Я ещё думала, может, добежать там в последний момент, чтобы приняли. Но нифига мы даже не сходили в туалет. Поэтому анализы мы не сдали. В итоге целый день сегодня по врачам прошли всех вот это вот приёмы, которые в год плановые. И стоматолога прошли. Самое приятное было у нас офтальмолог. Там мы не плакали. А так везде мы плакали. Вот. Что ещё? Что ещё? Что ещё? Сейчас в поликлинике были. Девушка потеряла ребёнка 7 лет. В итоге они на прививку ушли. Она говорит, я только отлучилась 7 лет парню. Посадила, говорит, только за бахилами сходила. Возвращаюсь, его нет. Всё переживает уже. И я уже переживаю. Мы там на биометрии пока были. В итоге он пошёл домой сам, представляете? Она что, звонит, переживает? В итоге я стою, говорю, ну что, где ребёнок? Она домой. Вот. Ждали звонка. Вот. В общем, заставил нас малыш переживать. Что ещё сегодня мы делали? Мама нам помогала, приезжала. И, в общем-то, вообще маме огромное спасибо. Я не знаю, что бы я без неё делала, честно говоря. Потому что мамы, у которых нет помощи, девчонки, я вообще... Я вообще просто... Я с вами мысленно. Это просто героиня. Ну что, зайдём домой. Девочки, меня ещё часто спрашивают секрет похудения. Вот мне кажется, у меня есть свой секрет похудения. Знаете, чтобы человек худел, нужно не есть. А чтобы он не ел, он должен быть достаточно ленивым, чтобы ему была лень сходить за едой или что-то приготовить. И чтобы он был увлечённый, чтобы ему некогда было вообще думать о еде даже. И вот я вам скажу, сегодня я опять съела одну плюшку и выпила сок, который вот за весь день, понимаете? Ну, это вообще ни в какие ворота не лезет. Я худею, мне кажется, и даже вон с девчонками встречались, тоже мне уже Полина сказала, что я худею с каждым днём. Ну, мне так не кажется, конечно, но я смотрю, что кубики мои уже виднеются. Даже с учётом того, что я не занимаюсь. Сейчас начну заниматься и вообще быстренько животик вообще в идеал просто придёт. Вот. Поэтому два секрета. Будьте ленивыми и увлечёнными чем-нибудь. Их похудение вам обеспечено. Конечно, это неправильно питаться, как я. Нужно хотя бы фруктики поесть, ещё что-то. Ну, вот лень, 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 лень. Сегодня были на рынке с мамой, она себе берёт всякие вкусняшки. Говорит, может, ты хочешь? Может, я говорю, нет, нет, я сейчас хочу, вот сейчас хочу плюшку съесть, и мне надо думать совсем о других делах. В общем, я занята, мозг занят, мне не до рынков, мне не до этих, всё тащить там это. Я так, короче, я такая, вот мои секреты. Ладно, девчонки, буду с вами прощаться. Целую вас, обнимаю, этот влог заканчиваем. И следующий уже начну потом. Куда ты? Субтитры сделал DimaTorzok Мы не сначала, но попробуем быть вместе.